Добрый день! В эфире программа «Парадокс». Сегодня у нас такая насущная тема. Дело в том, что за последний год в основном наши госкомпании набрали кредитов в инвалюте, по-моему, на 126 миллиардов долларов. Такая круглая сумма. И сейчас внешний долг Российской Федерации, в который включает государственный долг, корпоративный долг, составляет 704-705 миллиардов. При том, что ЗВРы составляют чуть больше 500 миллиардов долларов. Ну и припоминаю то, что происходило в 2008-2009 году, когда наш Центробанк в течение квартала прокушал треть ЗВРов. И при том, что тогда внешний корпоративный долг и госдолг составлял меньше, чем ЗВРы. Следует задаться вопросом, а, собственно говоря, когда в стране закончится валюта и когда у населения начнут конфисковывать валюту. Дело в том, что, может быть, не все знают, но в 2009 году были поползновения и были реальные действия, когда валютные счета юрлиц некоторых начали морозить и чуть ли дело не доходило до конвертации по какому-то непонятному курсу. То есть, когда у государства не было валюты. И этот вопрос мы сегодня обсудим с Борисом Коголицким, директором Института глобализации социальных движений. Добрый день, Борис, спасибо, что пришли. Добрый день. Так вот, вопрос-то такой, даже не философский, не теоретический, а реальный. Ну, вопрос совершенно не философский, он скорее хронологический. Да. Но тут, мне кажется, что... Интересно, то есть вы тоже считаете, что это не вопрос будет ли, а вопрос времени? Ну, вообще, большая часть вопросов, связанных с кризисом, именно по формуле, известная английская формула, not whether, but when. Не будет ли, а когда будет. Но тут есть нюанс. Он стоит в том, что я бы сформулировал несколько иначе. У нас валюта кончится тогда, когда у них кончатся деньги. То есть, у них, у тех, кто эту самую валюту печатает. Тут ведь вопрос очень простой. Откуда вообще в России такой избыток денег, да, иностранных? ФРС, спасибо ФРС. Да, спасибо ФРС. Ну, и отчасти Европейскому Центробанку, который вслед за ФРС с небольшим отставанием тоже, так сказать, включает этот печатный станок. Но тут ведь какая проблема. Есть же у нас ряд экономистов. То есть, да, как бы две школы экономистов. Одни говорят, что ну, они будут печатать, печатать, и никогда это все не кончится. А другая школа говорит, да нет, вообще там завтра все рухнет, деньги вращаться в бумажки, доллары там превратятся там, не знаю, в фантики, и вообще там все грохнется в этом смысле. А на самом деле все не так и не так. Потому что, с одной стороны, конечно, печатать могут долго, но не бесконечно. И как раз вот тот рубеж, когда, знаете, видно дно бутылки, да, или дно бочки, да, когда и ФРС, и ЕЦБ понимают, что если продолжать так же дальше, то действительно деньги начнут превращаться в фантики. А для них это как раз проблема абсолютно системная, потому что ведь все вспоминают Веймерскую республику, знаменитую инфляцию. Но забыли одну вещь, что Веймерская республика совершенно сознательно себя довела до этого состояния, чтобы обесценить свои долги по репарациям, да, чтобы просто не платить деньги Франции, по большому счету, да. Вот, и тут ситуация совершенно другая, никто себя пока еще, пока еще, да, вот на такой степень опустить не готов, поэтому на определенном этапе, когда они увидят, что деньги просто перестают работать как средство накопления, то есть капиталы корпораций, в том числе тех же панков, начинают обесцениваться, тогда им придется выбирать из двух зол, и они начнут крантик-то заворачивать. Вопрос, когда, и вот тут действительно очень много непонятного, потому что этот вопрос и субъективный, и в какой-то мере объективный, и психологический, и при этом, так сказать, он просчитываемый на, так сказать, больших дистанциях, да, что вот можно математически даже рассчитать. Но решение-то принимают не математики, решение принимают люди под воздействием каких-то вот сиюминутных моментов, поэтому по сравнению с этим вот математическим, так сказать, усредненным, так сказать, моментом, это может произойти либо до, либо после, да, то есть никогда не произойдет точно в оптимум, да, вот дошли до оптимума и завернули кран, нет, они это сделают либо до, либо после. И мое ощущение такое, что, собственно, это и есть главная дискуссия на большой двадцатке сейчас, да, когда крантик завернут и кто его первым завернет. Ну, я думаю, что в середине четырнадцатого года это самый поздний вариант, а может быть уже нынешней осенью, а может быть уже в сентябре. Ну, я сильно сомневаюсь, что-нибудь сделать в сентябре, на самом деле. Ну, скажем, после двадцатого. Ну, скажем, вот четырнадцатый год. Ну, понимаете, я еще раз говорю, вот дистанция от, условно говоря, сентября 2013 года до конца 2014 года, вот где-то там восемнадцать, там, пятнадцать, восемнадцать месяцев, где-то вот в течение этого промежутка времени кранчик начнут заворачивать, а вот точно предсказать нельзя. Ну, ну, это все равно произойдет, и на самом деле, что мы будем делать, мы же страна импортирующие продовольствия, мы импортируем, медикаменты мы импортируем, 80% рынка медикаментов импортные, на что мы все будем покупать-то? Нет, ну, опять-то, понимаете, это зависит от того, кто такие мы. Ну, я имею в виду население, да, да, не те, у кого... Мы разные, да, мы разные, знаете, замечательный анекдот, я недавно услышал, что Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин, сказали, что денег на преодоление кризиса хватит. А как поступят остальные россияне, пока неизвестно. Вот, понимаете, так что мы разные, в общем. Ну, мы имеем в виду простых россиян, да? Нет, я думаю, что простых россиян ждет... Которые, может быть, у них хватило мозгов уйти из рубля и, скажем, держать накопление в тех же долларах или в евро. Вот что с ним-то станет? Простых россиян ждет достаточно тяжелое испытание, но оно, в общем, тоже является до известной степени наказанием за наше собственное поведение. То есть по двум параметрам. Первый параметр, ну, строго говоря, все-таки простые россияне, пресловутые, влезли в долги точно так же, как и корпорации. И тут, кстати, есть различия, да, потому что, скажем, вот регион у нас в долгах, вообще 60% региона в России в долгу, как в шелку. Но они вынуждены в долгу, потому что им с вами социальные обязательства и при этом не дали денег. И сказали, идите на рынок и заимствуйте. А губернаторам сказали, так, волнение не нужно, разбирайтесь сами. Будут волнения, будешь плохим. Вот они заимствуют, но в итоге волнения все равно произойдут, но по другой причине. Именно потому, что регионы на грани банкротства находятся. Но что касается частных лиц, то действительно ведь мы удивительным образом попали в ту же самую ловушку, что и западные люди. Причем мы же знаем, что случилось на Западе. У нас же все это происходит с отставанием на... У России особый путь. Да, с отставанием на, там, сколько-то, значит, практически два с половиной-три года. То есть мы видели эти грабли перед собой. Мы видели, как эти грабли, эти впереди идущие, мы врезали по голове. И радостно пошли эти грабли сами, да. То есть это вот очень по-нашему, так сказать, по-русски. Но в данном случае население получит такой хороший удар граблями, потому что, ну как, одно из двух, либо банки начнут изымать все, что смогут изъять, либо второй вариант, нужно будет национализировать банки. Это интересный вариант, но население... А зачем их национализировать по большому счету? Есть два банка, остальные могут идти лесом. Ну, да, да, но это по факту то же самое. По факту же это все равно то же самое. Ну, в общем, да. Ну, как вы это назовете, да? Назовете так, назовете эдак, ну, какая разница. Вот. Но беда-то в том, что, опять-таки, ну, ладно, так сказать, ну, национализируют банки, там, как-то стабилизируют ситуацию. А что они дальше будут делать с этой ситуацией? С кредитами. Да, то есть, кредиты будут списывать, это хороший вариант для доселения, оно останется при вещах. Но кредиты-то Западу останутся валютные? Списать тоже можно. Опять же, я говорю, кто мы? Какое правительство будет в итоге, в этот момент? А я думаю, правительство начнет меняться, и будет меняться оно не один раз. Ну, вот, понимаете, большевики же поступили правильно, они просто взяли и списали царские кредиты. Не, ну, там были причины, поскольку Запад вывез практически весь золотой запас. А, там было много причин, но, знаете, есть же известная история, что, как вы помните, после Полтавской битвы в Лондон приехали какие-то украинцы и привезли бочонок с золотом, да? Ну, известная история, да? Они привезли бочонок с золотом, вроде бы Мазепа деньги, или еще кого-то, ну, в общем, вроде бы деньги Мазепа, бочонок с золотом, положили в английский банк. И, ну, то ли забыли, то ли они вернулись им, голову порубили, в общем, как бы, так сказать, не очень понятно, что там дальше случилось. Но, короче, начинают математики считать и получают, что если сейчас явится законный наследник этих самых денег и потребует назад с процентами, то придется отдать всю Англию. А может быть, еще половину бывшей Британской империи, да? Потому что просто проценты разросли за эти годы. То есть, иными словами, вообще-то вся финансовая система построена таким образом, что ее периодически нужно крушить, да? Если периодически не происходит дефолтов, обнулений, так сказать, крахов, то вообще экономика не могла бы работать. Собственно, мы сейчас подходим к такому рубежу, но рубеж-то это не математический, это рубеж социальный. И вопрос в том, что будет происходить с обществом в процессе вот этого вот обнуления. И могут быть совершенно разные выходы. Опять же, они могут быть от очень прогрессивных до очень реакционных. А что значит прогрессивный выход? Давайте рассмотрим. Прогрессивный и реакционный? Прогрессивный вариант это все-таки, во-первых, если происходит несколько радикальных преобразований, в том числе смена правительства. Борис, вынужден вас прорвать. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений. И обсуждаем мы такую животрепещущую тему. Когда, собственно говоря, у нас отберут валюту, и что будет с рублем, и что будет с обществом. А тема на самом деле действительно важная, поскольку сейчас внешний долг Российской Федерации, цену, включая корпоративные долги, составляет 700, по-моему, 4 миллиарда долларов, а ЗВР чуть больше 500. Восьмой год мы начинали в ситуации, когда ЗВР были больше, чем все валютные долги. Но здесь надо еще отметить такую неприятную вещь, то, что в эти 700 с лишним миллиардов не входит статистика по задолженности офшоров. У нас же 80% экономики принадлежит офшорам, поэтому сколько они должны и кому, одному богу известно. Соответственно, у нас есть такой разрыв в 200 плюс миллиардов долларов между тем, что у нас есть, и тем, что мы должны. И не очень понятно, как наше замечательное правительство, наша замечательная экономика будет разрыв покрывать. А этот разрыв будет только расти, покрывать его придется по одной простой причине, что главная надежда мира Китай доигрался. Я вчера во время выпуска «Валютных войн», надеюсь, очень популярно объяснил, почему не доигрались. Ну, все-таки продолжим тогда наше обсуждение. Борис, мы остановились на том, что вы расскажем о прогрессивном варианте развития ситуации. Ну, такой, который мне бы больше нравился, скажем так. Будем более, более, так сказать... Как-то мы полагаем, а Бог располагает, да? Да, вот. Но в любом случае, понимаете, ведь все время говорят очень правильные рецепты, но нет механизма эти правильные рецепты реализовать. Ну, например, все время говорят о реиндустриализации. Все прекрасно, да? Ну, во-первых, забывают одну половинку формулировки. Не реиндустриализация, а импортозаменяющая реиндустриализация, да? А как минимум, если вот забыть эту половинку, то все это приобретает характер вот таких абсурдных мегапроектов, когда нам, значит, давайте просто что-нибудь одно большое и такое красивое построим. Главное, чтобы оно дорогое было. Да, и главное, я же говорю... Чтобы было что распилить. Да, 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 да. И в итоге ничего не работает, естественно. Понимаете, вот понятно, что первая позиция, да, реиндустриализация, импортозаменяющая и развитие инфраструктуры. Опять же, инфраструктурные проекты, вот это очень показательно, почему сейчас ничего хорошего сделать не могут. Тут они берут, читают кейсы, читают плохо. Они так, видимо, первую страницу прочитали, там, или там нашли вот это место знаменитое про ябу, помните? Это мое любимое место, значит, в General Theory, когда он говорит, что давайте копать большую-большую яму, набивать ее бутылками с деньгами, а потом, значит, частному бизнесу отдадим на разработку, да, и тогда, значит, повысится спрос на строительную технику, да, на экскаваторы резко повысится спрос. Вот, а потом уже рабочие пойдут, молоко купят у фермеров, ну и так далее, да. Так вот, они дальше вот этой ямы, они помыслить не могут, но Кейс-то шутил, они-то понимают... Ну, они не могут ответить на вопрос, а откуда деньги в этой яме? Да, 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 совершенно верно. Они абсолютно, вот, такое ощущение, что они вот дальше вот этой страницы не прочитали, то есть они ее тоже не прочитали, им рассказал кто-то, вот, но рассказал плохо. Вот, а суть в том, что если мы, например... Такие у нас экономисты и советники. Ну, да, да, да. Ну, вот, ну, вот, знаете, та же самая дорога Москва-Казань, вот, у, там, классная идея, дорога. Видите, сразу, один мегапроект, то есть в стране, где нету элементарных районных дорог, где нельзя из райцентра проехать в деревню, мы будем строить один мегапроект. Борис, а вы когда в последний раз ездили по федеральной трассе Москва-Санкт-Петербург? Ну, на машине в Петербург я не ездил уже очень давно. Ну, я советую всем, у кого есть возможность, съездить и посмотреть, что такое федеральная трасса. Слушайте, ну, я в Ивановской области был. Это же жесть. Я был в Ивановской области. А, ну, это достаточно. Мне вполне достаточно было. Вот, и в Калужской области, кстати, очень... Ну, в Иванов последние 2-3 года там дороги золотали. Золотали, не до... В Иваново, но не в области. Да, но я же говорю именно о районных дорогах, да. А, понимаете, то есть, вместо того, чтобы построить, там, не знаю, полторы-две тысячи малых дорог, вокруг которых сразу же экономика начнет жить своей собственной жизнью. И, кстати, это можно сделать не единовременно, да, на протяжении некоторого времени, в течение которого, опять же, они начинают работать. Малый проект, они начинают давать результаты, да. Вместо этого мы строим один огромный мегапроект, который ничего не даст, пока он не закончен. А будет ли он вообще закончен, мы не знаем. И еще вдобавок говорят, что нужно 190 миллиардов выделить из этого самого бывшего стабилизационного фонда, который сейчас по-другому называется, да. А все остальное должен принести частный бизнес. А зачем он это понесет и кому, да, не очень понятно. Потому что частный бизнес как раз с ложкой придет. То есть, когда ему говорят, что 190 миллиардов выделят, это хорошо. Но когда ему говорят, а чтобы взять эти 190, вы должны еще своих принести по меньшей мере 500, то уже сразу настроение падает резко и другие приоритеты возникают. Так вот, проблема в том, что очень большой шок возможен как некий политический инструмент, который позволит перейти вот от нынешнего механизма вот этих вот расточительных, растратных мегапроектов к решению конкретных локальных проблем и к реиндустриализации, ориентированных на решение конкретных локальных проблем в России. А что значит шок? Ну, шок, это значит, ну, знаете, вот только вот... Смена... Только вот, вот, пожалуйста, только сейчас не говорите, что я экстремист, но вообще тут французская революция... Что я такое говорю? Да, нет, вот я считаю зрителям, зрителям, слушателям, читателям... Они подготовлены. Понимаете, вот французская революция, когда начала голову рубить старой элите, это вот был очень хороший шок. После этого французская элита, в общем-то, начала работать немножко по-другому, да? Вот, понимаете, это, в общем-то, не случайно, что время от времени рубят головы, да? Причем рубят голову не отдельно проворовавшимся, а вот сплошняком, потому что это способ внушить государственным мужам, а теперь уже и дамам тоже, да? Что, вообще-то говоря, есть границы. И этого не происходит до тех пор, пока они не доиграются. Вот в чем беда-то, что они, похоже, доиграются, но вот тут есть другая неприятная вещь, что, понимаете, как говорит мой друг Павел Кудюкин, что революция – это очень расточительный способ решения проблем. То есть она их решает, но с весьма зарядными издержками. И у меня такое впечатление, что нас загоняют именно вот в эту ситуацию, когда малыми издержками нельзя решить проблему, да? Ну, грубо говоря, система, она… Ну, существующая система, она в принципе не способна их решить. Да, но она даже не способна… Понять, что их нужно решить. Понять, что она их не может решить. То есть, опять-таки, они ограничиваются либо мегапроектами на уровне, я говорю, больших вложений, либо вообще словами. Ну, вот модернизация там… Инновации. А, нет, еще светодиодные лампочки. О, это классика. Модернизация, инновация, светодиодные лампочки. Нанопродукты. Да, да. Наше будущее. Понимаете, но с другой стороны, единственное, что радует, что мы в этой яме явно будем не одни. Да, это точно. То есть, мы полетим туда вместе с значительной частью цивилизованного человечества, которому мы так любим подражать, мы так любим на них ориентироваться. То есть, наше счастье мы будем в общей яме в итоге, потому что ведь все те безобразия, которые мы описываем, которые, опять же, наши либеральные интеллигенции любят приписывать каким-то российским особенностям… Национальному характеру. Национальному характеру, да. Там ведь все то же самое. Это абсолютно не уникально, это абсолютно нормально. Более того, в чем-то, в общем-то, они даже нас опережают. То есть, я говорю, что когда мы смотрим на эти безумные диспропорции, но ведь от чего эти диспропорции возникают? Они как раз возникают от твердого следования либеральным рецептам, от твердого следования тем инструментам, механизмам, которые уже Запад отработал. Единственное, повторяю, удивительная особенность наших людей, что на чужой лоб, где уже грабли ударили, все равно не смотрят. Обратите внимание, сейчас вот я буквально вчера читал, что российские банки начинают осваивать деривативы. То есть, нашли самое, вот знаете, как в известном анекдоте, да? Дорогой брат, нашел время и место, чтобы тебе написать, да? Как пишет Рабинович из кабинета следователя КГБ, да? Вот, понимаете? То есть, вот тот самый случай, да? То есть, вот сейчас нужны нам деривативы, конечно. Да, нужны. То есть, например, логично, все очень логично. Распределение риска, да, контроль риска, риск менеджмент, да? Да, риск менеджмент. Нет, строго говоря, это правильно. Восьмой-девятый год это показал. Это очень правильно, да? То есть, это, кстати, вот вещь, которую я задумал еще в восьмом году и подумал, что нужно прочитать курс диалектики для менеджеров. Чтобы научить, что после А следует Б, да? Ну да, ну да, чтобы они поняли, что, например, там есть такое, понимаете, там, как противоречие, да? Или там... Здравый смысл. Здравый смысл. Нет, ну что вот отрицание-отрицание, да, что если вы, например, вот простейший случай, да, вы минимализируете риск. Вроде бы, да, хорошее дело. В результате что получается? В результате чего? Все, кому минимализировали риск, начинают рисковать больше. Да. Потому что вы сняли... Там есть еще один вопрос. В итоге суммарный риск стремительно возрастает благодаря минимализации риска. Ну это, во-первых, а во-вторых, ведь на Западе до сих пор не имеют ни малейшего представления, как правильно оценить простейший опцион. Ну да. Как показывает практика. Знаете, вот, опять же, мой коллега Алан Фриман, он недавно сказал, что деградация экономической науки на Западе, она катастрофична до такой степени, что речь идет уже о религиозной секте. А так и есть. Посмотрите, как защищаются люди. За ними же следят, чтобы не приди Господь, они ни то не написали, ни то не сказали. Это евангелисты, в чистом виде. Ну да, но это религиозная секта, причем, соответственно, знание неких заповедей. И набора фраз. Да, является гарантией принадлежности в рамках этой секты. И один из принципиальных постулатов секта состоит в том, что не нужно знать политэкономию. Которая, на мой взгляд, действительно ближе к реальной экономии, чем все вот это вот извращение. Нужно знать базовые принципы, базовую логику, по которой все это работает. Нужно все время просчитывать конкретные траектории. Не понимая, что есть, так сказать, большие пространства, на которых все это усредняется и приходит несклинивым результатом. Вот, ну, собственно, вот мы сейчас как раз сделали этот проект постглобализации, где довольно много собрали международных экспертов. Ну, скажем так, не мейнстримных, да, критически относящихся к происходящему. И надо сказать, что общее ощущение достаточно... Грустное. Я бы сказал, даже... Апокалиптическое. Апокалиптическое, нет, наверное, все-таки интересно, потому что, да. А что там, там все понятно, там, я не знаю. Нет, интересно, нет, интересно, что будет дальше, да. Вот, ну, я сказал, такое вот... Такая заинтересованность в последствиях неминуемого краха, да. Вот общее такое настроение. Давайте посмотрим, попробуем заглянуть за горизонт, потому что понятно, что на горизонте. Нет, на самом деле это... На горизонте очень понятно, что, да. Вот, вот, хорошие, скажем так, крупные управляющие трейдеры, с которыми лично я, вот, например, общаюсь на Западе, они ждут этого с жутким нетерпением. Потому что это будет возможность, скажем так, она представляется, ну, раз в 200-300 лет так заработать. Ну, да, я помню, была замечательная сцена на английском телевидении, это было BBC. И как раз, это был, седьмой был год, или начало восьмого, в общем, как раз пошел крах биржевой. И, ну, что происходит? Ведущий включает прямую трансляцию из Сити, так сказать, из сердца Лондона делового, и какой-то трейдер как раз должен прокомментировать. Ну, взяли какого-то молодого человека, значит, дали микрофон и прокомментируете, что происходит, там, обвал акций. Он говорит, это же потрясающе, то есть человек просто вот начинает заходиться от восторга. Все же рушится, это же так здорово, можно такие большие деньги за такой короткий срок сорвать. Ну, и за одну систему починить. Да, и в этот момент ведущая как-то пытается перевести разговор на то, что, ну, вот, какие-то последствия там. Да нет, вы понимаете, это же удивительно. Борис, вынужден вас прорывать, оставайтесь с нами, и мы вернемся буквально через несколько минут. Вот. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Борис Коголицкий, директор Института глобализации социальных движений. Ну, пока что мы так немножко резвились, сейчас мы все-таки перейдем к более серьезному предметному обсуждению того, как можно вообще подготовиться и не потерять последнее в 2014 году. Ну, Борис, если так суммировать, вот вы описали не самый худший сценарий. Ну, скажем так, в чем он оптимизирует, вот в чем конкретно он состоит и последствия? Он состоит в том, что произойдут некие социально-политические потрясения, которые принудят государство начать действовать по нескольку иной логике, чем теперь, и будут способствовать все-таки перезапуску индустриальной машины и созданию российской инфраструктуры. И, кстати говоря, реальному перезапуску российской науки, потому что наука не работает не потому, что так или иначе организована РАН, да, а потому что просто не поставлены внятные цели, вокруг которых научная деятельность может структурироваться. И она по большому счету никому не нужна. Да, совершенно верно. Поэтому ученые действительно занимаются тем, что хотят, за очень маленькие деньги, а кому нужно побольше денег, уезжают за границу или, опять же, ищут их, так сказать, ну, где-то там, где они есть, опять же, не там, где это нужно стране. То есть, опять же, стержневых направлений нет, но если процесс социально-экономического реструктурирования начнется, то они появятся. Соответственно, здесь, опять же, еще один вопрос. То есть, нужно забыть все эти либеральные бредни о том, что государство – это неэффективный менеджер и понять, что в период экономического рывка единственным эффективным менеджером является только государство. Это принципиальная вещь. Кстати говоря, никто иной, как Мартин Вулф, довольно известный комментатор Financial Times, буквально несколько дней назад опубликовал большую статью Financial Times, где доказывает, что государство является единственным серьезным источником инновации вообще в мировой истории, и что частный сектор никогда не мог сделать прорывные инновации. Он всегда занимался освоением тех прорывных инноваций, которые совершало государство. Потому что огромные капитальные человеческие затраты. Да, да. И не только, кстати. Дело в том, что государство может централизованно мобилизовать в том числе интеллектуальные усилия на решение стратегических задач, чего частный бизнес не только не может, не должен делать по определению. Ну, просто потому, что у них другие задачи. Вот. Но это оптимистический сценарий, который предполагает резкое улучшение качества государства, который невозможен без демонтажа целого ряда нынешних институтов, скажем так. Чтобы, опять, нас не обвинили в радикализме или в подробной деятельности. Не волнуйтесь. Все начальство в отпусках. Да. Это здорово. Но, значит, возвращаясь к этим сценариям, надо понять, что это позитивный сценарий. И даже если мы идем к позитивному сценарию, промежуточные этапы. А промежуточные этапы совершенно не позитивные. И вот понятно, что слушатели... В чем они заключаются? Ну, вот, понимаете, то, чем вы сейчас уже людей напугали. Я вот думаю, что сейчас вот Димура людей напугал до полусмерти. Я их никогда не пугал, я говорю, то, как есть. Сказал, что валюту отберут. Отберут, конечно. Если успеют. Кстати, вот. Во-первых, могут не успеть. Во-вторых, может случиться так, что не понадобится отбирать, потому что банки накроются вместе с валютными счетами. Да. Вот. Опять же, вспоминаем 98-й год, да? Вот. А в-третьих, посмотрим, как себя будет вести население. Тут есть один ключевой вопрос. Он стоит в следующем. Что упадет раньше? Должны упасть несколько, так сказать, предметов одновременно или не одновременно, но определенные последовательности. Это ценная недвижимость, курс рубля и, собственно, банки. В каком порядке будут происходить эти события? То есть, что будет следовать за другим? Это очень важно, потому что, скажем, если, предположим, сначала падает рубль, потом цены на недвижимость, а потом только банки, то у населения есть шанс успеть изъять деньги из банков в валюте, конвертировать в рубли и купить недвижимость, условно говоря, да? А если, например, первыми падают банки... Все свободны. Да, все, да? До свидания. Ну и так далее. Ну, валюту же можно держать не в банках. А в стеклянных, да, банках. Нет, я говорю на самом деле серьезно о том, что даже если у вас есть и валюта, я надо скажу, в алюминиевые или стеклянные банки, ведь уже были предложения от ЛДПР, что запретить... Так я о чем, понимаете, дальше... Хождение, инвалюция. Все по порядку. Вот сначала, сначала будут падать банки не алюминиевые, не стеклянные. Нет, банки реально начнут падать первыми. А вот потом придут... Сначала пойдет рубль, потом банки. Да, а вот потом придут серьезные люди, которые скажут, а вот теперь доберемся до алюминиевых банок. Потому что в этот момент государству до безумия нужна будет валюта. Да, которая уже не будет. А которую нужно будет разыскать по матрасам. То, что успели изъять, да? При этом, самое смешное, что возможно, и валюта будет обесцениваться тоже в это самое время, потому что все это будет падать не случайно. Я еще раз говорю, это не чисто российский сюжет. Это будет происходить на фоне мирового финансового кризиса, нового его этапа. Не, ну изначально старшая валюта будет укрепляться, как всегда. А это доллар. Да, скорее всего, доллар будет укрепляться, но ведь как смешно это происходит, он будет укрепляться не вообще, а по отношению к другим валютам. То есть, иными словами, он может падать, просто другие будут падать быстрее. И в этой ситуации, ведь, опять-таки, если уж не быть финансовым спекулянтом, а жить нормальной человеческой жизни... А именно это да, простые люди. Да, тут важна же именно реальная покупательная способность этих денег. То есть, от того, что доллар стоит дороже, чем евро, предположим, относительно, укрепился к евро или к рублю, но при этом покупательная способность всех валют упала разом. Поэтому надо держать золото, пользоваться золотом. Да, причем похоже, что только именно в натуральном его виде. Что, опять же, трудно, потому что его изъять легче всего. Не обязательно, не факт. Почему? Потому что вот слитки, монеты, их легче всего разыскать и обнаружить. С металлодетектором? Да, 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 элементарно, так сказать, придут и поищут. Вот, поэтому я думаю, что, ну, тут, как всегда, одним повезет, другим не повезет. Причем, повторяю, про определенных сценариях, как раз население может, значительная часть граждан может выскользнуть, ну, до какой-то степени, да, и даже где-то кто-то обогатится. Кто-то успеет даже что-то выиграть. Ну, мы помним 98-й год. Не всем же стало плохо одновременно. То же самое, восьмой-девятый год, да? Да, то есть кто-то выскользнет, кто-то, наоборот, поднимется, но в целом шок будет довольно сильный. И, конечно, он по отдельным людям пройдется. Хорошо, теперь перейдем к более грустной части программы. Плохой сценарий. Плохой сценарий – это когда разрушительные процессы продолжаются, а вот этого самого очистительного, так сказать, потрясения не происходит. То есть... То есть народ безмолвствует. Народ безмолвствует. Элиты разбираются между собой возрастающей степенью агрессивности. Провинциальная бюрократия дезориентирована и сначала прячется, а потом начинает решать проблемы в индивидуальном порядке. Вот обратите внимание, что после 98-го года, фактически до очередного политического, скажем так, пересменка, возникла такая штука под названием «Отечество, вся Россия». Что это такое было? Это профессиональные бюрократии, поняли, что центр их просто совершенно уже сдает, что Москва решает свои проблемы самостоятельно. И они горизонтально объединились, тусовались, так сказать. Ну и, кстати говоря, этим серьезно напугали Москву на тот момент. Причем, заметим, это не сепаратизм. Это совершенно другое. Это такой вот... Внутри элитарный сепаратизм такой. Это нет. Это все-таки создание некой, так сказать, альтернативы центру на основе горизонтальных связей, да, который, этот вот вариант, он может в итоге создать новый центр в перспективе, свой вырастить, так сказать. И сказать, ребята, подвиньтесь, пожалуйста, да. А, кстати, не факт, что «Отечество, вся Россия» — это был такой уж хороший проект. Я просто говорю по факту, по методике, да, он создал некоторую ситуацию вызова. И обратите внимание, сколько потребовалось времени Кремлю, чтобы потом все это нормализовать, как делали «Единую Россию» для того, чтобы, в общем, всем немножко что-то дать, уступить, так сказать, успокоить. И ведь «Единая Россия» — это не то, что всех загнали, да, всех, конечно, загнали, но загнали ценой определенных уступок, определенных, так сказать, шагов навстречу региональным элитам и так далее. И что сейчас происходит, очень интересно, потому что региональные элиты опять загнаны в такой же точный угол, даже хуже. Повторюсь, ситуация с потенциальным банкротством регионов — это очень серьезно. Но при этом я пока не вижу ничего подобного наращивания горизонтальных связей. То есть региональные бюрократии между собой пока не общаются или боятся, потому что их еще и запугали. И вот это очень опасно, потому что если бы они смогли объединиться, то они могли в какой-то момент противопоставить Кремлю что-то свое, да, и сказать, вот другой вариант. Но они пока на это не идут, и каждый выживает в одиночку. А каждый выживает в одиночку, и значит, что каждый погибает в одиночку. И вот это реальная угроза, в том числе угроза распада для страны. Потому что я не говорю о распаде политическом. Понимаете, мы говорим, вот распад, то что, ну там будет у нас снова какое-нибудь Владимирское княжество? Нет, конечно. Но экономические связи-то разваливаются. И это, в общем, достаточно страшная вещь, даже если формально никто на политическое единство государства не посягает. Скажем так, по каким, что ли, реперным точкам можно будет судить, по какому пути пошло развитие ситуации? И какой путь вы видите наиболее вероятным? Я все-таки скорее оптимист, но это будет видно действительно в течение нескольких уже месяцев. Почему? Потому что, ну, я бы сценарий нарисовал примерно такой, что первым этапом и первой реакцией на кризис будет, на самом деле, как раз усиление либеральной и неолиберальной политики. Ну, это мы уже видим, да. Потому что, если я не ошибаюсь, тот же человек, который спас страну, по-моему, Белоусов, да? Еще один экономист тут есть такой. Он уже, типа, назначен начальником по кризису. Вот. И более того, это может привести к тому, что будет реорганизовано правительство, может быть, даже сменят и... Ну, козлы отпущения все должны быть, да. Могут даже сменить и премьеры. А я, кстати, не исключаю, что на определенном этапе могут и президента поменять, да? Или там обойтись без президента как-то, да? Но это, кстати, на самом деле, радикально ничего не меняет, да? Не поменяет, конечно. То есть, ну, там, опять же, интеллигенция говорит, ох-ох, там, значит, первое лицо их раздражает. Ну, их раздражает, это их личные проблемы, что их раздражает первое лицо. Ну, вот получат они какое-то удовлетворение моральное, да, что первое лицо скажет, знаете что, вот, у меня это надоело... Дорогие россиянины. Да, дорогие россиянины, я поеду отдыхать. Буду отдыхать где-нибудь. С другом Сильве. Без вас, да, да. Вот, и все. И они... Да, радуйтесь, радуйтесь, господа. Вот вы просили, вот, пожалуйста, вот, первого лица нет. Вообще никакого лица нет, да? А что потом? А от этого что? Вам есть на что жить? Или, может быть, наполнится магазин импортными товарами? Ну, нет. В том-то и дело. И вот это вот долгожданное счастье. Ну, они его дня два попереживают, а потом, значит, выйдут на улицу, да? Кушать хочется. И увидят очень неприятные картины на этой улице. Так вот, но дальше все-таки, мне кажется, что на определенном этапе вот этот вот, так сказать, поворот к углублению либерального сценария, он наткнется все-таки на нарастающее сопротивление и снизу, и, еще раз говорю, внутри бюрократии, и даже каких-то частей бизнеса. Потому что, ну, все будут понимать, просто из чувства самосохранения, что нужно восстанавливать государственность. Причем восстанавливать всерьез. И правопорядок для разнообразия. Да, реально этим заниматься, да? И без каких-то мер, кстати говоря, технически достаточно авторитарных, да, если они будут вполне демократично проводиться при массовой поддержке, все равно обойтись будет нельзя. А какие меры? Нет, ну, во-первых, все-таки, знаете, вот мой друг Василий Калташов, который у вас тоже бывает, он сказал замечательно. Вот опять же, извините, снова про гильотину, но любимая тема. Вот, увлекался я французской историей. Ну, не случайно, на самом деле. Так вот, вот Василий сказал, ну, так что, на первые полгода, если придет к власти прогрессивное правительство, нужно поставить в центре столицы гильотину. Он лоб на место. Да, да, вот. И, говорит, на полгода более-менее, значит, ситуация успокоится. Знаете, полгода нужно будет придумать, что делать дальше. Но это, конечно, шутка из таких мрачных, да? Почему мрачных? Но, тем не менее... У нас бюрократии, дай Боже, на полгода хватит. На полгода хватит, вот. Но, тем не менее, действительно, там нужно будет очень быстро проводить и административную реформу, и определенные ренационализации, причем, повторяю, ренационализировать будет, может быть, даже почти уже нечего, потому что ренационализация принят форму восстановления из руин тех объектов, которые, так сказать, просто никто уже даже не будет отстаивать, да? Не то, что нужно будет отбирать участников объектов, нет. Вот, пожалуйста, пример империи Дерипаски уже кричит по швам. Да, да, они скажут... Знаете, был замечательный эпизод в Иране во время исламской пресловутой революции, когда ассоциация строительных компаний Ирана уже, так сказать, у власти, значит, был, правда, еще... Был формальный хамени, но еще там Бонисадр был, то есть такой промежуточный был режим, вот. Вот и ассоциация строительных компаний потребовала правительству немедленно себя национализировать. Причем не просила никакой компенсации, только навезите порядок, потому что ничего не работало, да? То есть единственный способ ввести все это в государственную структуру, где наведут элементарный порядок, дисциплина восстановят, и все будет опять работать, понимаете? И я не исключаю, что так будет у нас. Борис вынужден вас снова прервать, оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений. Ну и мы пытаемся понять, что будет происходить в 2014 году, когда так называемая вторая волна кризиса, на самом деле никак не вторая волна, а просто кризиса мы еще не видели, на мой взгляд. То, что было в 2008-2009 году, это был рекламный ролик, а теперь это замечательное кинематографическое творчество будет показано во всех кинотеатрах рядом с вашим домом. Что будет, и на самом деле прикинуть хотя бы, чтобы люди могли иметь некоторые представления, ну и, соответственно, делали выводы и модифицировали свое поведение. У нас есть телефонный звонок, наверное, кто-то уже отошел от шока, того, что говорил здесь Борис, и решил его спросить. Да, Александр, добрый день. Добрый день, да, я немножко отошел от шока, вот, и прежде чем задать вопрос, хочу поблагодарить Степана, у него всегда очень интересные передачи, актуальные. Спасибо вам. Вот, и, кстати, вот хочу вам идейку подкинуть. Интересное положение РПЦ у нас, да, ну вы понимаете, что я говорю. О ООО РПЦ, да-да, есть такая организация. Вот, и вот, ну я просто слышал несколько раз человека, ну он богослов, профессор Осипов есть такой, ну он действительно очень адекватный человек, вот, ну он, в частности, говорил, что чуть ли не большинство анафемастующих, доля большинства анафемастующих пользуется на патриархов. То есть, ну, тех, кого предавали анафемасты. Ну вот, ну вот, пригласите его, очень интересный человек. Хорошо, спасибо, найду, приглашу обязательно. Ну, кстати, резонно, действительно, и папы римских отлучали от церкви, как известно, друг друга они отлучали, да, когда было несколько пап, да, был пап и антипап. Ну, в совете директоров бывают третерки, да? Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, спасибо за передачу. Вот хотелось бы Борису задать вопрос, он увлекается французской революцией, там, как известно, была такая одна королева Мария Антуанетта, жена Людовика XVI, который приписывает фразу известную по поводу пирожных и хлеба. Когда ей сказали, что народу нет хлеба, она предложила кушать пирожные. Вот, хочется задать вопрос вообще, а вот что-то наподобие будет от нашего правительства, предложено народу в определенный момент, как вы считаете? Ну, надо сказать, что бедная Мария Антуанетта, как сейчас современные историки, пишут, она вообще хотела пошутить. Нет, она вроде бы это сказала, но ей показалось, что она очень смешно пошутила. Ну, у нас тоже один лидер насчет водки смешно пошутил недавно. Да, ей показалось, что она очень смешно шутит, а вот парижский народ как-то шутку не понял, и, значит, голову отрубил. Ну, это ж смерда, они не понимают такой юмора. Да, тонкости вот ее, так сказать, аристократического юмора не оценили. Вот, но на самом деле, ну, нам все время что-то такое предлагают. А нам все время что-то предлагают, другое дело, что мы каждый раз не оцениваем юмора. То есть мы слишком образованны? Ну, знаете, ну, начиная с того, что нам сейчас на самом-то деле предложили заняться семейными ценностями, да? Не надо заниматься экономическими проблемами, занимайтесь семейными ценностями. То есть, ну, кстати говоря, любопытная вещь. Вот в России начинают бороться против гомосексуалистов. Во Франции начинают продвигать права гомосексуалистов. На мой взгляд, и то, и другое, да. На самом деле, на мой взгляд, и то, и другое совершенно одинаково. Просто вот в разных культурных контекстах играют разными картами, да? Отвлекает внимание. Да, да, то есть в российском культурном контексте мы начинаем бороться с садами, во французском культурном контексте, ну, надо, значит, наоборот, продвигать права однополых пар, да? В общем, мне очень понравилось, когда... Когда-то народу это может надоест. Так уже надоедает. Ну, это надоест тогда, когда полки магазинов опустят. Да, когда издраны играют, играют в это, играют, со всех сторон играют. Да, вы посмотрите, как, с одной стороны, казаки выскакивают, да, там, криками бороться с садамией. С другой стороны, тут же выходят ЛГБТ-активисты и говорят, да нет, ну, как же, так сказать, будем защищать права... Меньшинства. Меньшинства, да, и так далее. И, то есть, нам предлагают какие-то совершенно нелепые, ни о чем игры, которые, на самом деле, нормальный человек вообще не должны... Ну, вот, последняя игра началась. Это ООО, РПЦ, они стали бороться с Нептуном. Да, 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 да. Ну, кстати, по-моему, все-таки Нептун победил в итоге. Не, ну, с ним нельзя бороться, это имеет очень плохие последствия, как показывает история. Но со следующего года языческие, понимаете ли, праздники, они все отменяются. Да, ну, вот посмотрю, как расскажет, в следующий год. И что случится с Сильноморским флотом. Да, да, да. Не, ну, на самом деле, маразм-то крепчает большим счетом. Так это и есть и самые шутки, вот, в духе Марии Антуанетты, да? Только они адресованы... Ну, взять хотя бы одну депутатшую Мизулину, чего стоит. Это же, ты тут же вообще помни, какие ворот не лезть. Ну, так сказать, все-таки на роль Марии Антуанетты она, пожалуй... Возраст, да. И внешние данные, в общем, к сожалению, не совсем. Ну, в принципе, все. А ведь по-другому-то быть не может. История имеет такую мерзкую особенность повторяться. Ведь законы общества и динамики общества, они не меняются, по большому счету. Ну, по большому счету, ведь, на самом деле, история как раз очень даже учит, но она учит не всех. А мы знаем свою историю? На самом деле, ну, мы можем ее узнать, да? Если постараться. Если мы захотим ее узнать, да, мы можем ее узнать. Ну, в данном случае я говорю об экономической истории, социально-экономической истории, да? Вот. И, кстати говоря, надо сказать, что за последнее время как раз обратите внимание, почему вот у нас, с одной стороны, вот этот крик об истории, вот, там мы будем восстанавливать памятники Романовым, там, или еще чего-нибудь, да? А вот давайте поизучаем социальную историю даже нашего собственного отечества. Извините, раз вы сказали о Романове, я очень люблю такую организацию, как ООО РПЦ. Если вы знаете, это замечательная организация, канонизировала Романовых. А теперь пойдите в интернет и наберите, попытайтесь найти то, что писал Синод в феврале-марте 1917 года. И кто тут же в моменте предал династию Романовых и объявил верность Верой Временному правительству ООО РПЦ. Ну, я... Так, к вопросу. Да. Так вот, возвращаясь к истории, да, понимаете, я просто из истории могу привести замечательный пример, который показывает, да, что, значит, одни понимают, другие не понимают, что в, по-моему, ну, чуть ли не в январе 1917 года или там, не знаю, в декабре 1917, по-моему, уже 1917 был год, уже январь 1917, то приезжает английская военная делегация, значит, которая должна поставки оружия регулировать. И там некий генерал Уильямс приезжает, который ведет дневник. И вот он встречается с императрицей, это он, естественно, с Николаем Вторым, вот. И, ну, он сам аристократ, поэтому он своего круга человек, да, вот. И он пишет, очень милые люди, все очень здорово, как кормили, там, как принимали. Потом пишет про себя, жалко, конечно, скоро их расстреляют. Вот. То есть нет вопросов, все очевидно, все на поверхности, да. То есть вот он приезжает, смотрит вокруг, смотрит, как они управляют, выслушивает доклад начальника генерального штаба, про который про себя пишет тоже в дневнике, что замечательно информированный человек, прекрасно знает диспозицию, движение войск, кадровый состав. Единственное, проблема, ничего не понимает в ходе событий. Вот. То есть на самом деле недостаточно знать факты. Надо просто элементарно уметь думать и понимать. Но в данном случае, если уже возвращаться к изначальной теме, да, то, ну, как бы, надо с другой стороны понимать, что просто спрятаться тоже не удастся. Надо просто быть психологически, эмоционально готовым к шоку. Ну, да, вот, ну, мы что-то потеряем. Если останемся живы, то, значит, будем жить дальше. Да. Ну, а все-таки, скажем так, если уж идти дальше, вот вы считаете, какой сценарий будет развиваться? Ну, это же зависит от нас. Потому что они взаимосвязаны. И друг друга не исключают, потому что рано или поздно придется перейти на первый сценарий. Да, совершенно верно. Так вот, это вот вопрос в том, рано или поздно. Это вопрос о нашей собственной деятельности, о том, как мы принимаем на себя или не принимаем ответственность за свою страну вообще. Ну, я не люблю таких пафосных фраз. Но по большому счету, действительно, ведь, ну, на самом деле вопрос-то будет идти о судьбе России. И судьбе детей, да. Да, да, нет, ну, это, вы понимаете, мы живем, мы удивительное общество, мы вот очень любим пафосные слова, живем мы частной жизнью в основном. Российское общество – это общество людей, погруженных в частную жизнь. И в том числе, там, все правители, элиты и так далее, это люди, прежде всего, погруженные в частную жизнь свою. Ну, для них, правда, воровство является тоже частью частной жизни, но это как бы их специфика, да. Но, тем не менее, прежде всего, они ведь воруют не потому что у них там инстинкт воровства, а потому что это просто способ, там, обеспечить какие-то свои вопросы, да, решить их, да. Вот. А обществу предстоит пережить шок, в том числе, для того, чтобы стать обществом, чтобы понимать, что нужно делать вместе что-то, совместными усилиями. А мы разучились. И, кстати говоря, мы начали разучиваться в советское время. Да. Это не то, что вот было такое советское время, когда были все замечательные коллективисты, и вдруг раз, и на следующий день станет индивидуалистами. Нет. В советское время мы тоже разучивались, отучивали нас от коллективизма, мы сформировались как индивидуалисты. Хотя он официально пропагировался, да. Мы кричали, что, ну, даже история как-то, сейчас все кричат, что они патриоты, и тем не менее, значит, Ростовскую страну, значит, как могут. Ну, поцриоты. Ну, вот. Ну, да, да, да. Вот. Поэтому нужно учиться, но учиться придется на собственных ошибках, к сожалению. А насколько серьезны будут эти ошибки? И насколько, скажем так, длительным будет процесс обучения? Или это все произойдет вот так? Ну, очень бы хотелось, чтобы произошло быстро, чтобы произошел некий перелом. Но я думаю, что и так, и так, да. То есть, что-то, какие-то моменты могут очень быстро переломиться. Но даже если они быстро переломятся, это не значит, что все переломится сразу. Все равно какие-то хвосты останутся. И это, кстати говоря, будет очень сильно тянуть назад. А вот, Борис, ведь вы достаточно много общаетесь с людьми из разных слоев. Ну, и ездите по стране, скажем так. Да. Вы видите какие-нибудь намеки на то, что люди начинают понимать, что впереди, и начинают понимать, как действовать? Я могу сказать только одно вещь, что в провинции люди адекватнее. О, да. Это не значит, что они понимают, как действовать, но они как раз понимают хотя бы, что происходит. Вот Москва потрясает, ужасает, и, в общем, действительно просто выводит из равновесия неадекватностью массового московского сознания. Ну, а если уж залезть в Фейсбук, то вообще волосы дыбом, да. Потому что вот эта вот неадекватность, она зашкаливает вообще за любые пределы. Ну, жиры просто бесятся. А зачем быть адекватными? Не только жиру. Там много причин, я думаю, и социальная структура общества другая, да. Вот. Но, тем не менее, ну, опять же, может быть, это так популистски звучит, но все-таки очень большая надежда именно на провинцию. И там должны произойти какие-то переломные события, причем не только на уровне низов общества, но и на уровне средних слоев, на уровне тоже низовой бюрократии. То есть что-то должно переломить провинциальное общество, заставить его действовать. А не может случиться так, что какой-то маленький перелом такой произойдет в каком-то одном маленьком незрачном месте, скажем, Мухостранский. Вот, точно. И это все распространится со скоростью практически света. И никто ничего не успеет сделать. ОМОНу на всех ведь не хватит. Опять же, Анна Очкина, моя коллега по институту, она сказала, что если у нас начнется какой-то такой грандиозный процесс перемен, то начнется, скорее всего, с ссоры в очереди или с хамства какого-то одного чиновника, которому набьют морду, он вызовет полицию, народ набежит, значит, бьет в полицию и пошло-пошло, да. То есть, какой-то абсолютной мелочи. Вы знаете, с чего же все началось в Тунисе? То, что этому несчастному Буазизе чиновница из муниципалитета дала по морде, да, в присутствии людей других, значит, женщина по лицу ударила мужчину, он, значит, страшно расстроился, пошел, сжег себя перед муниципалитетом. На следующий день вся страна была на улицах уже. Я думаю, что такие вещи возможны. Скорее всего, наверное, так и пойдет, да? Будем вспоминать Минин и Пожарского, искать их где-то. Я думаю, что найдутся. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Думайте сами, потому что стоит задуматься над тем, что говорил Борис и над тем, что нас ждет. На этом у нас все. Удачи вам и берегите себя и своих близких.